Честнейший, херовимый, славнейший, без сравнения с Серафим, без устрения Богослова, Родшую, Исущую, Богородицу, Тебя Величаем, слава Отцу и Сыну, и Святому Луку, и ныне, и прислали вовеки вековами. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Высокопреосвященнейший, Владыко, благослови. ПЕСНЯ 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 Аминь. 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 Твоей имя Твою призываем, и на ней прислабо реки в околумене милосердия двери, отверзена благословенная Богородица, надеющаяся на Тебя, да не погибнем, но да избавим с Тобой от бед, и пояси спасение рода христианского. При чистом образу Твоему поклоняемся благие, просящие прощения при крещении наших Христи Божия, волей бы благоволелось и плоти взятия на крест, да избавишь и жертвы сгалосит работы вражия, тем благодарственно пьемте радости исполнилось, и вся спас наш, пришедай спасти мир, милосердие сущий источник милости, сподоби нас Богородице, призрена людясь грешившая, яви-ка присосилу Твою на Тебя побывающе, радуйся в пьемте, якожа некогда Гавриил, бесплотных архистратик. Господу помолимся, Господи помилуй. Господи помилуй. Продолжение следует... 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 ПЕСНЯ 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 Продолжение следует... 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 Благослови, высокопреосвященнейший Владыку, благовестителя, святого апостола и евангелиста Луки. Благослови, высокопреосвященнейший Владыку, благовеститель, святого апостола и евангелиста Луки, благовестующему силою многое по исполнению Евангелия возрюбленного Сына Своего, Господа нашего Иисуса Христа. Благослови, высокопреосвященнейший Владыку, благовеститель, святого апостола и евангелиста Луки. Благослови, высокопреосвященнейший Владыку, благовеститель, святого апостола и евангелиста Луки. Благослови, высокопреосвященнейший Владыку, благовеститель, святого апостола и евангелиста Луки, благовеститель, святого апостола и евангелиста Луки. Благослови, высокопреосвященнейший Владыку, благовеститель, святого апостола и евангелиста Луки. Благослови, высокопреосвященнейший Владыку, благовеститель, святого апостола и евангелиста Луки. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон «Симон» Субтитры подогнали Симон 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 Субтитры подогнали Субтитры подогнали Симон 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 Симон Субтитры подогнали 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 Симон Иже с Отцем и Сын споклоняем и славим глаголовшего пророки, во единую святую соборную и апостольскую церковь. Исповедую едино крещение в оставлении грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Исповедую едино крещение. Благодуха, будь со всеми вами. Горей, имеем сердца. Благодарим Господа. Благодарим Господа. Благодарим Господа. Благодарим Господа. ПЕСНЯ 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» Богу всю свою сознательную жизнь земную. И так в будущем и произошло. Еще юноши, младенцем, юношей он постоянно приходит в храм на благослужение, а ночью совершает молитвы, старается изучить Священное Писание, помня слова Псалмопевца, Словом Господнем в небеса отблудившись, и Духом пусть его вся сила от него. И вот приходит момент, когда он уже возрастает, а родной его дядя был, тоже имени Николай, епископ Потарский, владыка, был в том городе, братом. И естественно тоже молился за своего племянника. И естественно племянник, юноша, тянулся к нему, приходил на архиерейские службы, слушал наставления. И вот дядя, епископ Николай, посвящает его очтеца. Далее по ступенькам духовного сана, дьягона, священнослужители. И предрекает, предсказывает, говорит такими удивительными словами о будущей жизни своего племянника. Что вот, братья, я вижу, восходит новое солнце, которое озарит, будет посылать тепло всем страждущим и всем скорбящим. Что человеку приносит в жизни неудобства? Это скорби, это болезни, это беда, несчастье. И каждый человек, желая в этой земной жизни, ждет, просит у Бога утешения. И просит утешения у святых угодников Божьих. Почему мы возносим молитвы угодникам Божьим, в частности, Николаю Тудотворцу? Потому что, говорят святые, это наши ходатые пред Богом, они наши просители. Если наша молитва может быть неуслышана в силу греховности, в силу несовершенства этой молитвы, то молитвы святых всегда угодны Богу. Они, как те воины, которые сражались во время земной жизни в войске Христовом, боролись за имя Христова, боролись за души людские, приходят пред Царем Небесным, пред военачальником Небесного войска и приносят. Кто-то несет свою руку отрубленную, кто-то несет свою голову отрубленную, кто-то показывает свои раны, язвы, как его мучают во время земной жизни. И, естественно, как и на земле, Царь не сможет отсказать своим воинам, которые за него сражались, за его отечество, за его земли, за его государство, за его имя, за его веру. Царь не откажет таким воинам, он их наградит, он их будет слушать. Так само и в духовном мире приходят воины духовные и просят Бога, чтобы он помог одному или другому человеку, всем нам. Недавно читалась Евангелие, буквально несколько дней назад, в воскресный день, о том, как трудно богатому человеку войти в Царство Небесное. Казалось бы, но, наверное, невозможно. Господь говорит, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, чем богатым пройти в Царстве Небесное. Но это возможно. Сказал Господь, неудобно. Но не сказал Господь, что невозможно. Было много людей, богатых, и Николай Чудотворец тоже имел много средств. Он помогал нуждающимся, давал монеты золотые, поддерживал людей, спасал от каких-то позоров, от несчастья, от голодной смерти. Он отдавал свое богатство. Казалось бы, он беднел. Но этими поступками он, наоборот, обогащался. Ему возвращалось. Тот, кто дает матьяне сельство, Господь это возвращает. Еще старицей, дает еще больше. И обогащается каждый человек, и святые в свое время, и мы, если приносим какую-то жертву, помогаем нуждающимся, обогащается в вере. Это три сокровища. Вера, которая приобретается за эти добрые дела. Правда, праведная жизнь и милосердие. Дела милосердия. Святитель Иоанн Затауст говорит так, что если какой-то человек в жизни показывает себя страннолюбивым, милосердным, добрым, жертвователем, то Господь в будущем его наградит. Если человек праведной жизни, Господь готовит ему венцы, награду, корону в том мире, в Царстве Божьем. Если это грешник творит добро, то он тоже не останется без награды. Грешнику, которых много есть в жизни, который творит добро, откликается на нужду нуждающегося, Господь прощает грехи. И прощенная душа от грехов уже быстрее найдет спасительный путь Христов. Святые угодники и в прошлые века, в которых было много богатых, знатных людей, и в нынешнее время много есть людей, которые помогают нуждающимся, имея средства. Они не были побеждены богатством своим. Вот что их отличает. Многие побеждают богатство. Многие тратят богатство только на себя. А другие, которых не так много, помогают в храме, помогают голодному, нищему, нуждающемуся. Вот Господь за это их наградил. Потому что эти люди, или простой человек, пожертвовавший на храм, или богатый человек, они, особенно богатые, побеждают в своей душе страсть богатства. Они не побеждаемы богатством. Они есть победители богатства. Вот Господь за это человека награждает. Примеры для такой жизни у нас есть. Это угодники Божии, и особенно ныне почитаемый угодник Божий Николай Чудок-Творец. Преподобный Нил Синайский сказал, кто творит добро, да не останется на суде Божьем без защитников. Аминь. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи, Господи. Спасибо, Господи, Твоя, и благослови и достояние Твое. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи. Господи, Господи, Господи. Господи, приимши божественных, святых, причистых, бессмертных, небесных, животворящих, страшных, бестовых тайн, достойно благодарим Господа. Спасибо, Господи. Господи. Спасибо, Господи. 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 Благословляй, благословящая Тебя, Господи, освящай на Тебя уповающая. Спаси люди Твоя и благослови достояния Твое, исполни церкви Твоей, сохрани, освяти любящие благолепие Добу Твоего. Ты, Господи, послай Божественной Твоей силою и не остави нас уповающих на Тя. Мир мира, Витая, Дамы, Церковь Твоей, священникам, воинству и всем людям Твоим, яко всякое дое и благо, всегда слыша, слышаясь, сходя в Тебе, отца, света, в Тебе славу и благодарение и поклонение высылаем. Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне блесной во веки веком. Песня. 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 Звучит песня. Звучит песня. Избавите нас воздушных мытарств и вечного мучения. Да всегда прославляем Отца и Сына и Святаго Духа и Твое милостивое предстательство. Звучит песня. Звучит песня. Благословение Господне на вас, того благодати и человеколюбие. Всегда ныне и пресно и вовеки веков. Благословение Господне на вас, того благодати и человеколюбие. Звучит песня. Благословение Господне на вас, того благодати и человеколюбие. Благословение Господне на вас, того благодати и человеколюбие. Ишево Святых Отца нашего и Николая, архиепископа, мирликийских чудотворца. Его же и память ныне совершаем. Святых Праведный Бога Отец и Акима и Анны и всех святых, Помилуй, для спасет нас, яков, благодати и человеколюбие. Испатья, Господи! 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 тот может, подражая святителю Николаю, проводить и своей жизнью. Он действительно является правилом веры. Он в те далекие времена, когда только Церковь получила свою, как сегодня люди говорят, легализацию, признание со стороны государства, тогда возникла и другая угроза для Церкви Христовой, поскольку в дни и в годы гонений на Церковь исповедовали Иисуса Христа только те мужественные люди, которые готовы были в любой момент пойти на смерть за Христа, за веру во Христа. И действительно это происходило, и множество людей даже до смерти свидетельствовали о своей вере и преданности Церкви Христовой и основателям Церкви Иисусу Христу. Но были и такие, которые малодушничали, которые наблюдали за происходящим со стороны. А как только Церковь получила свободу, вероисповедание, вот тогда в Церковь стали приходить люди малодушные, слабые, но ищущие путь ко спасению. Ну и естественно, приходя в Церковь, они приносили и свое образование, и свой внутренний мир, и свой образ жизни. И после легализации Церкви Христианской, в Церкви возникла опасность появления вересей. И не случайно был собран Первый Вселенский Собор, на котором обсуждалось учение Церкви. И на этом Соборе присутствовал святитель и чудотворец Николай. И если мы и говорим о том, что он действительно был смиренным, кротким, то, исповедуя и защищая Церковь Христову, он был непоколебим не перед кем, а только лишь стремясь отстаивать веру Христову. То учение, которое оставили этому покорению святые апостолы. И святитель Николай не постеснялся даже применить физическую силу по отношению к Арию, еретику. И это было тоже не случайно, а промыслительно. Если бы не стойкость святителя и чудотворца Николая, неизвестно, что было бы с Церковью. Но благодаря стойкости этого дивного подвижника Церковь сохранилась до сегодняшнего дня. В том неизменяемом состоянии, в том вероучении, которое оставили святые апостолы, проповедуя Иисуса Христа и Его учения. И Церковь остается и останется непоколебимой до скончания века. Так создал Господь Иисус Христос Церковь Свою на земле, и врата Адова Ее не отдалили. Но невольно у многих людей возникает вопрос, особенно у людей, которые или коллеги от Церкви, или стремятся познать православное дело учения, идут по этому пути. И у многих возникает вопрос, а неужели нельзя напрямую обращаться к Богу? Почему? Потому что у нас есть Матерь Божия, к ней надо молиться, почему кто-то говорит, надо святым молиться? Неужели мы не можем напрямую обращаться к Господу? Не только можем, должны обращаться к нашему Творцу и Господу. А к Матери Божией мы обращаемся только лишь потому, что Господь Иисус Христос первое Своё чудо на земле совершил, благодаря ходатайству и просьбе Единьё к Его Матери, Царице Небесной Пресвятой Богородице. Она обратилась к Нему. Помните, на праздне в Канне Галилейской? Вот это положило начало обращения к Матери Божией всех христиан. Они поняли, люди поняли, что Господь слышит Матерь Божию и готов преклонить свою правду на милость, благодаря ходатайству и молитву Пресвятой Богородице. А почему мы обращаемся к святым? Некоторые говорят, неужели вам нужен посредний какой-то? Представляете, вам нужен какой-то посредний? Да нет. Можно напрямую обращаться к Богу. А почему мы обращаемся к святым? Вот этот вопрос задают те люди, которые не совсем в полноте и правильно осознают учение Церкви о Церкви. То есть, наше учение христианское о Церкви, не случайно Абосток Павел, сравнивая или давая понять людям, что такое Церковь, говорил, что это тело Христово. Вот как в теле человеческом тело одно, а органов у нас ведь очень много, правда, в теле? И членов тела много, но все мы, все члены тела человеческого создаем такой организм, который способен жить, трудиться, создавать. Вот по этому образцу апостол Павел говорит, Господь создал Церковь Свою. Все мы члены одного тела Христова, Церкви Христовой. И каждый исполняет свое предназначение, свою функцию. Но святые, почему мы к ним обращаемся в своих молитвах, они в дне своей жизни постоянно молились Богу. Молились друг за друга, молились за нуждающихся. Они молили Бога, чтобы Господь утвердил мир на земле. И Господь слышал их молитву. И когда подвижники благочестия переходили от жизни земной, в жизнь вечную, загробную, то это, это дар, это совершенство людей, тот дар молитвы, который получали или в себе воспитывали святые, они перешли с этим благодатным даром за грудный мир, и там продолжают молиться Богу. Именно поэтому мы молимся святым. Удивительное происходит и в современном мире. Вы обратили внимание, о ком мы сегодня молились на литургии? Правда ведь? Каждый раз мы приходим на службу, мы же не за себя только молимся, да? Вот, приходя в храм, да и дома в своих келедях, в своих келедях молитвах мы обращаемся к Богу. А в храме особенно. Мы ведь молимся здесь и о плавающих, о путешествующих, о немущих, лишающих, о властях и воинства. Мы же о них молимся, правда? И мы все навыкываем в этом стоянии молитвенном предмоге. Потому что наши предшественники святые. И вот они довели эту молитвенную свою жизнь, свое обращение к Богу до совершенства. И перейдя в заглобный мир, они продолжают молиться. Именно поэтому мы к ним обращаемся. Мы же даже друг у друга просим, правда? И когда встречаются друг с другом и говорим, помолись, я пошел сдавать экзамен. А кто-то говорит, я пошел проходить медкомиссию. А кто-то говорит, я на операцию ложусь. Мы же друг у друга просим молитву, правда? А почему мы не можем помолиться у святых? Тем более, что они стяжали эту божественную благодать, помогать людям, кто обращается к Богу и к ним с просьбой их святых молитв. Но и невольно возникает у некоторых такой вопрос, а как так может быть, что святитель Николай может в одно мгновение помогать огромному количеству людей? Как? Он же вроде бы и человек, да как может это делать? Как он может это осуществлять? Не задумывались об этом, нет? Задумывались, да? Есть ответ? Настолько он прост, этот ответ. Вот каждый из нас, живя даже на земле, еще не перейдя в загробный мир, еще не стяжав особой благодати Святого Духа, да? За свою богочестивую жизнь. Мы даже грешные люди имеем этот божественный дар в своей жизни. Вот мы сейчас с вами здесь стоим, а ведь мы обладаем особым даром Божиим. Мы можем в одно мгновение, в своих мыслях, вот прямо сейчас, можем, каждый только подумал, я в Сахаре, я в Нью-Йорке, я в Австралии, в Австралии, да? Наши мысли, обратите внимание, это же дар Божий, да? Мы в мыслях можем огромное расстояние преодолевать. В одно мгновение, да? Даже вот рука так быстрее не поворачивается, как наши мысли. Мы можем и в Нью-Йорке, когда-то, и в Москве, и в Владивостоке, и в Австралии, и где хотите. Это мы, жители земли, обладаем таким даром Божиим, да? А если говорить о святых, то это все в превосходнейшей степени имеет значение. И, конечно же, мы, даже не перейдя в Царство Божие, живя здесь, понимаем, как легко, оказывается, вспомнить того человека, который живет и там, и там, и там, и там. В одно мгновение. А представьте себе, это дар в совершенной степени у Бога, у святых. И очень просто, оказывается, молиться, вспоминать, где бы ни жили, где бы ни находились люди. Именно поэтому мы обращаемся к святителю Николаю, что он, стяжел благодать Святого Духа, живя праведно, благочестиво и свято на земле, получил от Бога. Это так, помогать людям, кто будет обращаться в молитвах к Богу, кто будет верить в Бога. И удивительное происходит сегодня, даже в нашем храме, и сегодня, и сейчас. Ведь мы к святителю Николаю, так же, как и к Богу, как и к Матери Божией, обращаемся не как к историческим каким-то личностям, персонажам, которые жили в 1700-2000 лет тому назад. У нас, у верующих людей, нету ограничения по времени. Мы ко святырку, к Богу обращаемся, вот как ныне присутствующим сегодня в нашем храме, в нашей жизни. И в этом заключается чудо Церкви Христовой. Мы с вами не просто вспоминаем исторические личности, а мы как живыми обращаемся. Мы к живым обращаемся. Вот обратите внимание, какой дар нам дал Господь. Молиться. Для нас, для христиан, для верующих в Бога, нету пространства, нету времени. Мы сегодня и сейчас вот здесь переживаем и ощущаем присутствие Божией, Матери Божией, Святителя Николая и других святых. А сегодня Святителя Николая. Именно поэтому люди в вере обращаются и к Богу, и к Матери Божией, к Святителю Николаю. Но что самое интересное, самое важное, получают люди просимые. И вот это живое переживание в присутствии в нашей жизни, в присутствии Бога, Царицы Небесные, Святой Богородицы и Святителя Николая. Вдохновляли многие поколения. И, конечно же, вдохновляет и нас с вами, живущих сегодня и пришедших в этот Святой Храм. Мне хочется сказать, не забывайте об этом. Мы удивительные люди, христиане. Мы ведь имеем таких надежных молитвенников предпрестолом Божьим, защитникам, покровителей, которые могут помочь в любой момент. Все нуждающимся. Помните об этом. И не бойтесь никого, кто, как сегодня говорилось в Священном Писании, в Евангелии, радуйтесь. Те, кто страдает ради Христа. И Христос Спаситель предупреждал об этом и святых апостолов, а они передали и святителям, и святителю Николаю, и нам всем они передали то, что говорил Христос Спаситель. Кто последует со Христом, тот будет действительно иметь и наготу, и жажду, и голод, и стеснение, и притеснение. И блаженны вы, когда вас будут ненавидеть и предадут страданиям, и пронесут имя ваше, как бесчестное среди жителей мира сего. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика вам рада будет на небесах. Вот это всегда вдохновляло жителей земли, кто верит во Христа Спасителя. И мы с вами должны сегодня, и почему радуемся, и должны радоваться, да потому что мы живо воспринимаем Христа Спасителя, святых в нашей жизни. И мне хочется пожелать, чтобы вот эта вера, которая жила во святителе Николаеву, которую мы сегодня вспоминаем и прославляем, он действительно был правилом веры и образом кротости. И нас учил, чтобы и мы так же жили, чтобы вера в Бога была живой в нашей жизни. Тогда нам ничего не будет страшного. Тогда мы будем всю свою жизнь проводить в надежде на то, что придет время, когда мы, проведя здесь на земле свою жизнь благочестивой, праведной, святой, сможем войти в Царство Божие. Это всегда вдохновляло всех жителей земли, кто поверит, что Иисус есть Христос. А мы в это верим. И для нас это должно быть убеждение, это должно быть якорем в нашей жизни, путеводной звездой, вера в Бога, верность в Церкви. Но мы постараемся, Богу содействующий, хранить в наших сердцах и в нашей жизни веру в Бога, верность в Церкви и стремление жить по заповедям Господним. И тогда мы сподобимся войти в Небесное Царство и ощутить это блаженное состояние, быть вместе с нашим Творцом и Спасителем Господом. Аминь. Проси Господи, исполайте, Господи. Всех участников я поздравляю с принятием святых христовых тайн. И желаю, чтобы они послужили каждому из нас во здравии тела и во спасение души.